Яндекс.Спорт Еще раз всем привет. Я начну свой рассказ немного про сервисы Яндекс.Спорта, и дальше мы перейдем непосредственно к бэкэнду и к тому, как мы используем распределенную очередь для обработки данных. Яндекс.Спорт, как один из многих сервисов Яндекса, в общем-то не создает никаких новых данных. Он занимается агрегацией данных, получаемых от наших партнеров и различных источников в какие-то сервисы, удобные пользователю либо нашим партнерам. На данной схеме я очень сжато хотел показать схему агрегации данных, которая начинается с какого-то периодического процесса проверки наличия обновлений. Если обновление есть, то данные импортируются. Данные, как правило, сохраняются, и в результате осуществляется экспорт туда, где эти данные будут показаны пользователям, например, на фронт. Какие задачи решаем мы на бэкэнде? Прежде всего, естественно, это импорт и обработка данных. Здесь особенностью является то, что у нас большое количество источников данных, которые имеют в общем виде различные форматы. Обязательно данные мы валидируем, проверяем как с точки зрения самих данных, что форматы правильные, так и с точки зрения консистентности, что данные сами с собой согласуются. Также Яндекс присутствует не только в России, мы межнациональная компания, поэтому все наши проекты, как правило, переводятся на несколько языков. Поэтому проблемы интернационализации, при этом не просто интернационализации интерфейсов, перевод, а перевод всех получаемых данных, задача тоже решается на бэкэнде. Естественно, мы данные храним, мы их каким-то образом можем модерировать, что-то включать, что-то выключать, где-то поправлять, если произошла ошибка. Также мы готовим эти данные, экспортируем в наш API и на фронтовые проекты, например, проекты по Олимпиаде или недавно завершившийся проект по чемпионату мира по футболу. Мы обязательно логируем полностью все процессы, начиная от самого первого импорта, заканчивая последним экспортом. Важной задачей, как оказалось для нас, является обеспечение независимости различных модулей, разделенных по видам спорта, ввиду того, что очень многие виды спорта по своей структуре сильно отличаются друг от друга. И построить какую-то супер универсальную схему, в которую бы каждый вид спорта хорошо вмещался, как оказалось, не совсем легко и, наверное, даже не совсем целесообразно. Поэтому мы поставили задачу построить такую систему, которая позволяла бы разным видам спорта быть независимым друг от друга, таким образом, чтобы изменения внутри модуля одного вида спорта никак не влияли на другой. Ну и, естественно, высокая скорость работы, балансировка нагрузки, отказоустойчивость. Какие особенности именно спортивных проектов, не касательно бэкэнда? Прежде всего, нужно сказать, что данных-то, в принципе, не очень много. То есть это не сравнить с поиском, либо с какими-то другими вещами. Но в спортивных проектах есть очень строгие требования к свежести данных. То есть идет матч, кто-то забивает гол, этот гол у нас на проектах должен появиться как можно раньше. Множество источников данных имеют разные форматы. То есть мы должны быть готовы принимать данные в любом формате из различных источников, будь там HTTP, где-то файл какой-то или еще что-то. Я уже упомянул, что мы делим виды спорта таким образом, чтобы они были независимы. При том, что данных, в принципе, не очень много, пиковые нагрузки очень большие. То есть пять дней, там, будни ничего не происходило. В субботу начинается одновременно 20 матчей. Тут же и пользовательский интерес. Одновременно большое количество данных идет. То есть если данные смотреть в среднем, то их очень мало. А если смотреть в какие-то определенные промежутки времени, то данных достаточно много. Важной особенностью здесь также является, что всегда есть задержки в данных относительно реальности. То есть как бы мы ни старались, невозможно добиться того, чтобы гол появлялся у нас на проекте в момент, когда его забили. Это нереально по разным причинам. Как минимум потому, что этот гол сначала попадает к журналистам, которые его в свою систему как-то где-то вбивают. Потом через свои партнерские API нам его отдают. Мы каким-то образом получаем. То есть даже при очень высокой скорости работы нашего импорта мы все равно имеем задержку от 5 до 30, например, секунд. Ну и одна из важных особенностей, которая тоже влияет на разработку бэкэнда. Дедлайн спортивного мероприятия перенести нельзя. Значит, проект мы должны сделать строго вовремя. Значит, мы должны писать код так, чтобы писать его желательно один раз, быстро и эффективно. Ну вот на такой схеме я постарался показать, что у нас есть множество источников, что мы каким-то образом с помощью нашего бэкэнда все это отправляем на наши спортивные проекты, отдаем нашим партнерам в поиск, которые позволяют в поисковой выдаче показывать вот такие таблицы, например, и виджет в новостях. Что мы используем? Для распределенной очереди задач мы используем Celery в версии 3.1, мы используем Python второй ветки, Django. Для нормализованных данных мы используем MySQL для хранения, и для ненормализованных данных мы используем MongoDB. Совсем коротко про Celery. Значит, Celery, по заявлению разработчиков, это очередь, которая позволяет чуть ли не в реал-тайме выполнять огромное количество задач. Ну, в самом деле, конечно, до реал-тайма там немного далековато, но, тем не менее, эта очередь позволяет существенно распараллелить нагрузку между хостами в кластере. На этом слайде я демонстрирую то, как Celery предлагает нам работать с задачами. Первый способ — это декорирование функции с помощью декоратора Task. А второй способ — это наследование от базового класса Task, импортированное из модуля Celery. Это все достаточно стандартно, это все есть в документации. Мы начали с того, что мы сначала сделали множество функций. Я привожу пример на импорте данных. Множество функций импорта. Каждая функция импортировала разные сущности. Например, там импорт-компетишн, соревнования, импорт-эвент, какое-то событие внутри соревнований и так далее. Таких импортов много. Потом мы начали делать другой вид спорта. Появилась еще куча таких же импортов. Потом мы начали делать еще один вид спорта. К чему я веду? К тому, что это такой способ создания задач, обрабатываемый в очереди. Он достаточно многословен. Если расписать базу в каком-то общем виде такую задачу, то она будет выглядеть примерно в таком виде. То есть мы сначала каким-то образом получаем данные, потом эти данные каким-то образом парсим, чтобы получить объекты питона, с которыми будем работать, импортируем результаты в базы данных и что-то делаем после импорта. Например, вызываем экспорт этих данных. Плюс здесь один, он очевиден. Это очень просто. Такую задачу может написать любой программист. Никакой дополнительной подготовки сильно не нужно. Прочитали первую страницу документации селлари, написали задачу, она вполне себе хорошо работает. Минусы. Многократное повторение одного и того же кода, что крайне плохо сказывается на скорости разработки и поддерживаемости этого кода. Нет возможности использовать уже готовые функции импорта или экспорта с небольшими изменениями. Трудно отслеживать движение такой задачи от самого начала до самого конца и сложно обрабатывать исключения. К чему мы пришли в результате? То есть у нас было сначала какое-то такое решение, которое я показал. Мы посмотрели, что это все, чем дальше, тем хуже становится, сложнее поддерживать, сложнее писать. И мы решили все переписать по-новому, но только подошли с другой стороны. Мы используем задачи как классы. Мы наследуем базовую задачу от класса task импортируемого из celery и определяем в этой базовой задаче несколько таких самых базовых методов, которые используются в каждой задаче. В частности, nsaccess, nretry и так далее. В основном здесь, конечно, осуществляется логирование. Задача попала в очередь, задача схватилась каким-то воркером на выполнение, задача закончила выполнение и так далее. Обращаю ваше внимание на одну важную особенность. Метод task. Я его специально здесь показываю, потому что задачи в celery инстанциируются ровно один раз при запуске приложения. То есть все остальные инстанции, созданные вами от этого класса, они не будут иметь никакого влияния на очередь, поскольку celery уже для себя зарегистрировала эту задачу, и ей дальше, что происходить с этим классом, особенно не важно. Поэтому вот такой небольшой хак позволяет нам получить именно тот инстанс, с которым мы можем работать для того, чтобы воздействовать на очередь, например, ставить задачу на выполнение. Базовый класс импорта. Я приведу все примеры на основе классов импортера, на основе импорта данных. Экспорт данных, он примерно похож, ну понятно, что там логика несколько другая, но суть останется примерно та же. Это абстрактный класс. Абстракт true говорит в celery, что эту задачу не нужно регистрировать как исполнимую, она используется исключительно для наследования в подзадачах. Здесь самым важным является метод run. В самом деле именно метод run выполняется при выполнении задачи в очереди. Я специально сократил очень многие функции, чтобы, во-первых, вместить код, во-вторых, чтобы не отвлекать на лишнее. Обращаю ваше внимание, что здесь определен метод import chunk, который бросает исключения. Этот метод в нашем функционале непосредственно обеспечивает импорт куска данных из общего потока. Import data и prepare cache – это методы, которые в общем случае, естественно, можно переопределить, если нужно, но не всегда это обязательно делать. О них чуть-чуть позже. В частности, import data. Ну, здесь все достаточно просто. Мы сначала каким-то образом подготавливаем данные, валидируем непосредственно источник данных. Например, что HTTP вернул правильный код ответа. Например, что контент парсится, будь то XML или JSON без ошибок и так далее. Мы обязательно подготавливаем кэш. Это некоторый способ опублимизации, поскольку мы будем покусочно импортировать данных, что, естественно, для таких форматов, как JSON или XML. И при импорте каждого куска нам могут потребоваться часто одни и те же данные, поэтому вполне логично и эффективно будет закэшировать эти данные где-то до импорта. Здесь есть две дополнительные функции, которые в общем случае ничего не делают, но их можно доопределить для большей гибкости. Это before import и auto import. То есть, если нам нужно сделать что-то перед тем, как импортировать все данные, например, в некоторых случаях имеет смысл удалять кусок данных, прежде чем его перезаписать, или что-то делать после импорта данных. Ну и непосредственно я итерирую, не я, мы итерируем данные по чанкам, по кускам и выполняем функцию import chunk. Также обращаю ваше внимание, что здесь есть несколько условий, которые осуществляют импорт переводов и регистрируют изменившиеся объекты для того, чтобы потом работать только с изменившимися объектами, а теми объектами, которые никак не поменялись, ну, собственно, оставить их в покое. Ну и к чему это все привело? Это реальный пример реального импорта команд в футболе. То есть это ровно все, что нужно написать, чтобы импортировать из фида в формате JSON данные о командах в футболе. То есть вот такой вот маленький кусочек кода, который, естественно, там за кулисами происходит много-много всего, но он позволяет нам сделать ровно то, что нам нужно. Тем самым мы не отвлекаемся на какие-то дополнительные вещи, мы выполняем ровно то, что должна делать функция, импортирует данные. То есть мы говорим, в какие поля, какие данные записать, и магическая функция update instance, кроме того, что логирует, что где конкретно изменилось, какие поля изменилось, она также выполняет дополнительные действия типа экспорта данных. Какие плюсы? Ну, кода значительно-значительно меньше стало. То есть это с тысяч строк до десятков, в некоторых случаях сотен. Фокус на импорте данных без явного взаимодействия с подсистемами. Зачем каждый раз писать одно и то же, если это все можно один раз описать, и потом оно будет неявно использоваться. Здесь я обращу внимание, что несмотря на то, что мы вроде как бы много чего используем неявно, это все за счет того, что мы используем объектно-ориентированную парадигму, можно, естественно, переопределить. То есть у нас много уровней абстракции используется, и если на текущем уровне нам чего-то не хватает, мы можем подняться на уровень выше, написать чуть больше, но получить при этом больше свободы. Мы обрабатываем ошибки через генерацию стандартных исключений. Например, интересное исключение Skip Import, которое позволяет нам отбросить лишь один маленький кусочек данных, который по какой-то причине нам не подходит. не отбрасывая весь поток данных полностью. Декларативность. Конечно, можно по-разному относиться к декларативности, но в нашем коде мы часто достаточно просто задать несколько опций для того, чтобы определить поведение кода. То есть указать, использовать ли импорт переводов, или это немногонациональный фит с данными, выполнять автоматический экспорт после импорта и так далее. То есть мы просто указываем, какие классы должны это делать, какие-то, задаем переменные, и это автоматически все работает. Стандартизация логирования. То есть за счет того, что мы переопределяли с самого-самого низа функции, мы видим движение задачи от самого начала до самого конца. Чуть дальше я это покажу. Мы используем предварительные кэширования, что позволяет нам оптимизировать, и многоуровневая абстракция, я уже сказал, позволяет нам на разных уровнях переопределять разное количество кода, разное поведение. Ну и минусы, естественно, куда без них. Значительно сложнее понять, что происходит для человека, который с этим не работал. Ну то есть если декорируемая функция, мы ее просто задекорировали, и она делает то, что выполняется в теле функции, то здесь нужно понимать, как работает вся система в целом, чтобы написать что-то достаточно полезное. Что еще есть у нас, о чем я не рассказал? У нас также есть экспортеры, то есть мы не только импортируем и экспортируем данные, мы также занимаемся импортом и экспортом переводов. У нас централизованное логирование. Вот пример. Снизу вверх получается. Мы видим, что задача отметилась, что она поставлена в очередь, пробросился параметр, с которым задача поставлена. В какой-то момент задача схватилась одним из воркеров, и мы видим сообщение in progress. Ну естественно, таблица больше, там еще время и много других данных про эту задачу. Но я показываю только эти данные. Дальше мы видим, что матч с таким-то идентификатором изменился, и по ссылке можно увидеть, какие поля конкретно изменились. Видно, что в результате было поставлено три новых задачи, в частности экспорт, экспорт событий, экспорт матча в наш API, экспорт плей-офф. И в результате в самом конце мы видим, когда задача завершилась. То есть процесс логирования проходит от самого-самого низа до самого верха автоматически без нашего участия. То есть нигде в коде мы специально не пишем логи. Также импорт переводов через функцию import translations, которая в общем случае тоже ничего не делает, но ее всегда можно доопределить, чтобы она правильно принимала строки в нужных языках и правильно их сохраняла. У нас реализована интеграция в Django админку. Таким образом, что достаточно для класса администрирования. С помощью мета-классов мы добились того, что достаточно просто указать, какие импортеры, какие экспортеры используем, для того, чтобы в частности появились действия, как видим на примере импорт информации, матчи и так далее, экспорт событий. Это все действия, появившиеся автоматически, просто потому что мы указали, какие импортеры и экспортеры используются используются в данном классе администрирования для объекта. Ну, вот так вот кратко у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. Друзья, поднимайте руку. Подойдем к вам с микрофоном. Добрый день, спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, у вас в Целлари случаются долгоживущие задачи, ну там от 10 минут и доли? Да, случаются задачи такие, к сожалению, иногда их не избежать, но мы стараемся от них избавиться. Ага, а тогда вопрос, как вы с ними живете? Ну, собственно, если, соответственно, воркер взял уже задачу, вот он живет, допустим, приходит, деплоится новый код. Как вот вы эту ситуацию обходите? В самом деле для нас это не является большой проблемой, потому что такие задачи крайне редкие, и при том, что у нас достаточно большое количество воркеров, ну то есть действительно большой проблемой не возникает. Ну то есть, как сказать, я понимаю, в чем ваша проблема. Проблема в том, что очередь останавливается из-за того, что воркер в это время занят какой-то очень длинной задачей. Так вот, здесь решение два в самом деле. Первое решение сделать задачу очень быстрой, что, к сожалению, далеко не всегда возможно. Например, можно попробовать ее разбить на множество подзадач таким образом, чтобы одна задача отдавала результат другой, и тогда будет возможность между этими вот кусками задачи вставлять другие задачи. То есть это Селари с этим умеет нормально работать. И другой вариант увеличить количество воркеров, обрабатывающих эти задачи таким образом, чтобы вот эти вот долгоживущие задачи, да, занимали какой-то один воркер, стояли, ждали там свои 10-20 минут, но при этом еще там 5-10 других воркеров могли обрабатывать остальные сообщения в этой очереди. Спасибо. Добрый день. У меня такой небольшой вопрос по поводу вашего выбора месседж-брокера для Селари. Вы не упомянули? Вы используете Mongo или RabbitMQ? А, вы имеете в виду, какой бэкэнд для Селари мы используем? Для Селари мы используем MongoDB как бэкэнд. И для очереди, и как результат бэкэнд тоже. И он себя хорошо зарекомендовал, или вы думаете куда-нибудь съехать? Ну как, мы поковырялись с настройками, вместе с админами понастраивали, посидели, и в результате нас все устраивает. Спасибо. Единственное, что скажу, мы писали периодическую задачу, которая очищает метаданные в этой очереди. Ну это реализуется очень просто, поэтому не проблема. Спасибо. Еще вопросы? Вот первый вопрос задали, мне кажется, немножко не до конца на него ответили. Вот у вас есть задача, она работает 10 минут, а вам в это время нужно новый код задеплоить. Что вы делаете? Вы имеете в виду, как остановить эту задачу? Да, ну что-то она все. Ну вот, к сожалению, у Селери нет никаких средств для того, чтобы убить задачу, которая идет. Или там заморозить, например, ее, и потом продолжить ее выполнение. Поэтому, я еще раз говорю, здесь единственный способ – это избегать таких задач. Ну, либо перезагружать воркер, который ей в данный момент выполняется, но это, как говорится, топором. То есть есть риск потери данных? Да, есть риск, ну как, не потери данных, очередь будет забита, и потом, когда эта задача выполнится, все-таки начнут сообщения выполняться, но это есть риск большой задержки в данных, в самом деле. Понятно. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Вы данные по таблицам с общими результатами вы их тоже берете откуда-то или по своим матчам вычисляете? Вопрос такой. На него однозначно не ответить, потому что в некоторых случаях мы делаем так, а в некоторых случаях по-другому. То есть если наш партнер, поставщик данных нам отдает турнирную таблицу уже готовую, то мы, как правило, берем ее. Если он ее не дает, либо формат этой таблицы нас по какой-то причине не устраивает, например, сортировка по английскому языку, а мы хотим отсортировать по алфавиту пользователя, то мы, соответственно, готовим эту таблицу сами. То есть сами не считаете таблицы именно, но можете сортировать их, менять? Ну, я говорю, в каких-то случаях считаем, в каких-то нет. То есть стараемся, в самом деле, этого не делать, если партнер отдает адекватные данные. Спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте, спасибо за доклад. А вот можно вопрос по поводу агрегации данных? Есть ли ситуация, когда у вас несколько поставщиков и вам приходится решать конфликты в данных между ними? Или вы всегда выбираете какого-то одного? На сегодняшний день мы от такой ситуации избавились, но когда-то у нас было действительно несколько поставщиков, которые отдавали одни и те же данных, и мы использовали как бы несколько подходов к решению этой задачи. Первый был – это приоритет, то есть у какого-то одного из поставщиков был более высокий приоритет, и, соответственно, его данные считались более правильными. Другой способ – мы в некоторых данных с помощью разных ID помечали, что это данные все-таки разных поставщиков и как это с ними работали. Как решить эту проблему действительно универсально? Ну, я думаю, что тут нужно иметь три или более количества поставщиков для того, чтобы иметь перевес, например, у двух поставщиков относительно одного и понимать, что тогда вот эти двое, если они согласованы, а третий говорит, что там счет другой, соответственно, двое правы. Таким образом. Но поскольку всех проблем решить все равно не получается, мы отказались от этого. И теперь у нас по статистике, ну, по счету, там, по таблицам и так далее, один основной поставщик, и таких проблем сейчас нет. Так, еще один был вопрос. Александр, уточните, пожалуйста, вы рассказывали, что один из источников данных – это видео. Ой, не видео, а прямая трансляция. Я хотел узнать это видео. В самом деле, поскольку мы не хостим спортивное видео, не занимаемся этим, тем более, что мы не являемся СМИ в этом плане, мы, как правило, отдаем ссылку на нашего партнера, который эту прямую трансляцию отдает. То есть если посмотреть наши проекты, то там, как правило, есть ссылка на партнеров. Их очень много. Например, там, если событие крупное, то там первый канал, Вести и так далее, все показывают это каким-то образом в онлайне, кто-то в прямом эфире, кто-то в повторе, и мы стараемся как можно больше количества вот таких ссылок дать пользователю для того, чтобы он мог посмотреть. Получается, это один из элементов, а не сам источник данных видео, да? Да. Второй вопрос по логированию. Я там таймштампы не увидел. А, ну, я сказал, я обрезал таблицу, чтобы, ну, во-первых, она крупнее была. В самом деле, естественно, там время, конечно же, одно из самых важных моментов. Давайте поблагодарим Сашу. Спасибо большое за доклад и ответы. Спасибо. Спасибо.